ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В сути это деятельность, которая не регулируется, поэтому в связи с получением уведомлений о росте стоимости угля мы безусловно это отражаем в наших тарифных сметах. Вторая основная статья это безусловно заработная плата наших людей. Мы вчера много обсуждали, что у нас в среднем, если учитывать инженерно-технический персонал, административный персонал, средняя зарплата порядка 210 тысяч тенге. Если смотреть по региону, безусловно, если сравнивать другие промышленности, это низкая заработная плата. Поэтому мы предложили увеличить зарплату наших сотрудников для того, чтобы остановить отток кадров, дефицит кадров и так далее. И третья основная статья это ремонты. Компания подала заявку на повышение тарифов. Сейчас ждут ответ. Смотрите, мы заявку подали в соответствии с правилами, которые существуют сегодня. Мы подали заявку на, скажем так, он называется упрощенный порядок, то есть на тариф на один год. Вообще, по правилам для субъектов монополии, тариф утверждается на пятилетний период. Багдад-Урал поделился прогнозами на следующий год. На самом деле мы подали вот текущего тарифа 108%, но это не говорит о том, что для населения будет рост 108%, потому что тариф для населения, по правилам, он, скажем так, растет не больше, чем в эфляционном коридоре. Рост связали с затратами. Как уже было озвучено, это зарплаты сотрудникам, ремонт и покупка угля. Артур Поляков, Алексей Мехедов. Специально для ЕРТС Акпарат. Изыки Бастуза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова